Продолжение следует... Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Безусловно, сейчас в Европе выборы, в Британии грядут выборы в самом начале июля. И я так понимаю, что это не случайная акция, досрочные выборы. Мы уже как-то с вами обсуждали эту тему, почему сейчас, а не в конце года, или когда они там должны были быть по плану. Давайте еще раз напомним, почему вот эти выборы досрочные потребовались. Почему нужно было их сделать вот сейчас, летом? Добрый день, Александр Анатольевич. Это хороший вопрос, над ним задумываются здесь многие эксперты. Но преобладающая версия состоит в том, что правительство консерваторов, и сам Сунок, это он принимал это решение, решил, что сейчас единственный подходящий момент, когда экономика чуть-чуть вздохнула, где-то на сегодня примерно 0,7% показала на рост ВВП. Инфляция немного уменьшилась сейчас, по сравнению с тем, что было, было 11%. Сейчас где-то они сближаются, там 4-2, видимо, вот в таких параметрах плавают. И поэтому надо скорее хватать вот этих успехов, чтобы попытаться убедить избирателя в том, что именно консерваторы должны оставаться у власти. Если проводить это позже, осенью, как все это ожидали, то тогда их опять положение может ухудшиться, и для консерваторов это будет еще более, высокий риск потерять еще больше мест в парламенте. Андрей Иванович, а все-таки вот сама интрига этих выборов, потому что заявление Найджела Фараджа, который тоже вроде собирается в них участвовать, с его партией, и много шума вот последние дни наделало весь эстеблишмент британский восстал на него, кто-то из даже читателей, комментариев, говорят, что ему нужно нанять охрану покрепче и так далее, даже вот до этого якобы доходит. Я так понимаю, что его заявление по Украине, о том, что НАТО спровоцировало кризис на Украине, сделали, вот, сделало столько шума. И есть ли какое-то продолжение всего этого или нет? Ну, я хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что заявление Фараджа насчет НАТО как единственной причины кризиса на Украине, оно же не полное. Он ничего не говорит ни о положении русскоязычных, ни о той войне, которая велась против Луганской Донецкой Республики 9-9 лет. Поэтому здесь я бы особенно не говорил о том, что вот какая-то оппозиция родилась. На самом деле удивляет здесь другую, удивляет потрясающая реакция, которая пошла здесь от членов правительства, всех практически политических партий на само заявление. В общем-то, оказалось, что недопустимо отклоняться от генеральной линии, когда-то говорили у нас, что только одна политика правильная, а вся остальная неправильная. Причем даже сегодня на страницах «Телеграфа», газета «Телеграфа» выступил премьер-министр Руссунок примерно с тем же самым. То есть никакой аргументации, а единственное то, что все, что говорит Фарадж, это неправильно. И это все играет на руку Путина, у них такие комментарии в основном, только вот это и все. Ничего нету, ни попыток объяснить, почему не. Вот это вот потрясает. Уровень цензуры, уровень идеологизированности, конечно, британского руководства, он запредельный. Он напоминает мне, ну, даже не будут примеры говорить, что. Ну, действительно, очень крайне странно вести Британию такую политику, когда они, в общем-то, навязывали свои стандарты. Древний, можно уж и сказать, британский парламент, один из первых, да, в Европе и так далее. Вот эта традиция постоянного смены премьер-министров, у них это, ну, часто было в Британии и так далее. И вот сейчас, как вы думаете, вообще это вот в общественности Британия обсуждается, а почему вдруг страна, которая себя била в грудь и говорила, какая она вся демократическая, что прям деваться некуда, теперь вот такие вот, она же не воюет формально ни с кем, у них нет военного положения, у них нет никаких других каких-то силовых акций, и которые требуют консолидации жесткого общества и так далее, когда это было бы, возможно, оправдано. Сейчас Британия спокойная страна, казалось бы. Вы знаете, британский избиратель откровенно разочарован. Мы сейчас следим за опросами, осталось несколько дней буквально до выборов. Опросов проводится большое количество, по несколько в день, но он показывает, что это будет протестное голосование. В общем-то, какая ситуация, консерваторы отстают и очень сильно отстают от либористов где-то на 20%. По имеющимся данным сейчас либористы получат где-то 40-44%, а консерваторы порядка 20%, фарадж там 12-17%, они так много здесь мест он не получит. Но по опросам, практически сегодня утренним, 77% избирателей считают, что их положение не улучшится с приходом либористов. То есть они не голосуют и против Сунака, и против рук. В общем-то, да, и в то же время и Стармер, лидер либористов, он не имеет популярности и не имеет серьезного позитива среди его избирателей. То есть выбирают, говорят о том, что все равно будет плохо, все равно будет худший. Нет сейчас в Великобритании серьезного лидера, за которого многие отдали свои голоса. Почему фарадж вот сейчас на первых страницах? Потому что это тот человек, который обладает определенной харизмой, хорошо говорит и говорит, кстати, некоторые вещи, которые вызывают отклик у избирателя. А вот остальные все говорят примерно одно и то же, что малоинтересно тут людям. В том числе лидеры либористов, которые должны защищать права трудящихся, так у них ничего нет в программе о правах трудящихся практически. Обычные перемалывания, все тех же вещей, что да, надо поднимать экономику, надо давить инфляцию, вот только как не написано. Там, по-моему, 94 страницы их манифеста. Ну, в основном состоит из портретов самого Стармера, таких гладких лозунгов, таких, а вот что надо делать, поднимать налоги, либо же сокращать госрасходы. Вот там вот как это все сделать, там этого ничего вы не найдете. Да, вот, кстати, личность Фараджа, он же вроде как ушел на пенсию, когда сделал, как он заявлял, дело своей жизни, вывел Британию из ЕС и отдыхал, и вдруг неожиданно вернулся. А есть ли какие-то комментарии внутри? А для чего он это сделал? Кто-то говорит, что он убийца Тори будет даже, вот такое ему эпитеты ему приписывают. Мне кажется, это, наверное, перебор, но тем не менее. Почему? Откуда он взялся? Есть ли какой-то здесь комментарий? Самому Фараджу не удавалось еще ни разу быть в составе парламента. Он был в составе Европарламента и довольно долго, потому что там туда выборы идут не по мажоритарной, а по опорциональной системе. Это вот такая особенность у них. Он долго интриговал этот год. Кстати сказать, кому он примкнет, появлялся на съезде консерваторов иногда, и действительно были рассуждения о том, не хочет ли он примкнуть консерваторам. Потом вдруг, неожиданно, он как бы сбросил вот эту вещь и возглавил предвыборный штаб реформы UK, этой вот этой партии новой. Но, судя по всему, все это происходило достаточно спонтанно, потому что мы смотрим материалы, действительно, которые готовятся руководством этой партии. Они довольно сырые, программа сырая, в общем-то, и чувствуется, что еще там все как бы на коленке делается. Поэтому эта личность неординарная, она приковывает к себе определенный интерес. Не скажу, что это интерес, он имеет массовый характер, но, тем не менее, хоть на кого-то посмотрите, чтобы было людям интересно. Вот смотрят на него, поэтому каждый день какие-то публикации появляются. Что он будет делать дальше? Ну, есть некоторые предположения, что это не его выборы, а выборы следующего, которые будут в 29-м году, вот тогда-то посмотрим. Может быть, тогда реформа UK как раз и выйдет в какие-то на более приемлемые позиции. А сейчас у них опросы дают разные, как бы сейчас от 0 до 18, но, скорее всего, они где-то получат в районе 5-7 мест в парламенте. Это, конечно, погода не сделает. Да, ну, Фарадж хорошо говорит, он бывший наш коллега, я имею в виду телеведущий. Ну, это, да, его работа в том числе, да. Но вот если говорить о конкретике, я так из ваших слов понял, что ни у одной из партий, которые претендуют на места в парламенте, нет четких действий, плана действий. Что делать-то действительно? Вообще, какая атмосфера сейчас в Британии? Потому что, судя по итогам голосования в Европейский парламент, все-таки и вот этих ожидаемых выборов во Франции, якобы, что вот это недовольство может все-таки оно как-то проявиться и в Британии. Есть ли такие ожидания? Нет, вы знаете, я бы не сказал. Здесь идет ведь разная система. Во Франции другая совсем. В Германии тоже здесь идет отбор кандидатов по округам. Округов этих много, и борьба у них за каждого избирателя, в каждом избирательном округе, она довольно-таки имеет серьезное значение. И кандидаты сейчас мотаются по всей стране. Я не могу сказать про лун, здесь как-то невинно, честно говоря, но газеты переполнены их выступлениями, встречами, там, то в детских садах, то, наоборот, в домах престарелых, там, в футбольных командах, в рыболовных судах. В общем, всячески пытаются засветиться и завоевать какие-то симпатии избирателей, как можно больше. Однако, чем дальше, я бы сказал, что так, рейтинги показывают, что лучше не становится, наоборот, и у того, и у другого, и у Сумака, и у Стармера, они где-то сейчас сбросили по 1-2% примерно по сравнению с началом кампании, и вот нынешняя ситуация не очень-то помогает. Но кампания ведется, да, так, действительно, всерьез все. Андрей Владимирович, еще вот тут заявление господина Кэмерона о том, что, ну, якобы пранкером сказал, что НАТО не будет приглашать Украину на саммите этим летом. И вообще здесь позиция Британии по отношению к Украине, она хоть какое-то изменение, имеет место быть, это изменение? Или вот эта риторика, наоборот, усиливается против России? Что в этом вопросе происходит? Тут какой-то динамики я не наблюдаю, честно говоря. Риторика была и очень жесткая всегда. Сейчас она, вернее, есть некоторые элементы, которые ужесточаются. Ну, вот, например, с начала мая нас обвиняют в таких вещах, как саботаж некий по всей Европе. Ну, полная ерунда, честно говоря, это самое. Это какие-то поджоги складов там. Сейчас нас обвиняют в том, что у нас есть некая компания компьютерная, которая запустила в открытое пространство данные по национальной системе здравоохранения. И это, мол, дескать, содержало целую серию операций. Ну, полная чепуха. Во-первых, отследить это совершенно невозможно. Во-вторых, есть нормальные каналы у нас для того, чтобы это выяснить. Есть, наверное, телефонов и все остальное. Но, тем не менее, в прессу запускаются вот такие вот вещи, чтобы опять немножко наварить очки на антироссийской основе именно, на противоборстве с нашей страной, над тем, чтобы доказать опять избирателю и собственному населению, что все то, что они делают по Украине, это правильно. И никакой иной версии или какой-то альтернативной точки зрения быть не может как таковой. Андрей Владимирович, а ваша работа сейчас как-то тормозится? Вот были вот эти инциденты всякие. Как сейчас обстоят дела? Ну, как? В общем-то, я бы не сказал, что у нас здесь есть какие-то новации в этом плане. Они были действительно у нас против нас, объявили целый ряд ограничений в начале мая. У нас уехал военный атташе, и это очень неприятно, потому что британцы, наверное, сейчас чуть ли не единственная страна, которая порвала военные связи с нашей страной. А этим связям 90 лет они были установлены в 1934 году, еще и принесли много пользы. Конечно же, все это очень мешает. Но, тем не менее, я вам должен сказать, вот мы проводили, я проводил прием у себя в резиденции на 12 июня, на день Конституции, и у нас были послы, поверенные в делах, 57 стран. Это все-таки серьезная цифра. Да, то есть интерес к нашей стране, я так понимаю, в Британии существует. Завершая беседу, все-таки, чего ждать о нам от выборов? Есть ли смысл их будет анализировать детально? Или мы с вами уже как-то их разобрали, потому что будут ли изменения? Анализ мы делаем здесь каждый день, то, что происходит и то, что будет происходить. Но вот на наш взгляд, что серьезных изменений ни во внутренней политике, ни в экономической, ни во внешней, в особенности, скорее всего, после выборов не предвидится. Андрей Владимирович, вам огромное спасибо. Посмотрим, понаблюдаем, что Туманный Альбион нам готовит. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое.